Как вы полагаете? Я полагаю, что, во-первых, не знаю, с дальних или подступов начать или прямо сейчас вот обсудить именно это взаимоотношение с супругом. Я думаю, что документ необходим. Это первое. Во-вторых, необходимые документы, может быть, их не 15 и 20 должно быть, или 20, но пусть это будет 1, 2, 3 документа, но они разработаны так, чтобы вся информация, которая необходима была, это первое, и чтобы не было формального подхода к самой процедуре. Вот мы вам дадим один документ, и вы нас, пожалуйста, обанкротите. Чтобы вот этого не было. Хорошо, есть и... Потому что в практике я уже встречался с тем, что люди хотят свои проблемы решить с помощью волшебной палочки-вручалочки. Так не бывает. Ну, мне понятен ваш скепсис, Геннадий Анатольевич. Определённый скепсис. Тогда давайте я начну с общей постановки проблемы. Я заметил, что закон о банкротстве в его действующей редакции имеет сильный дисбаланс в пользу отдельных социальных групп, в учерб интересам российского общества в целом. Что я имею в виду? Усложнённые процедуры защиты прав должника в суде способствуют тому, что они являются барьером в правосудии. Барьеры в правосудии возлагает квалификационный ценз на профессионального представителя. Лицо постороннее по отношению к судебной системе не может свои права защищать самостоятельно. И, во-вторых, имущественный ценз под предлогом сложности работ различного рода посредники, консультанты, юристы будут заполнять одни и те же документы. Это стереотипные документы. Скорее всего, это даже секретарская работа. Но эта работа будет выполняться за очень большие деньги. И в результате, сколько это будет стоить обществу? Я уже посчитал. Это будет стоить примерно 300 миллиардов дополнительно рублей. Считайте это очень просто. Исходя из рыночных цен на услуги по сопровождению банкротства, умножить на 4,2 миллиона безнадёжных должников, которым заведомо требуется пройти процедуру банкротства. Потому что в противном случае нужно признать, что закон о банкротстве не достигает тех целей, ради которых он был принят. И поэтому мы начали с упрощения ряда процедур. Второе предложение. По поводу снижения государственной пошлины с 6 тысяч рублей до 600 рублей. Как вы к этому относитесь? Вам известно, что сейчас за подачу заявления о банкротстве необходимо заплатить пошлину в таком же размере, как в случае юридического лица. Да. Да. Но, между тем, если открыть налоговый кодекс, то по ряду действий, одних и тех же действий, мы видим, например, подача искового заявления с требованием неимущественного характера для юридических лиц – 3 тысячи, для граждан – 300 рублей. Пошлина примерно в десяток раз меньше для случая гражданина. И это легко понять, поскольку платежеспособность гражданина все-таки ниже. Почему 6 тысяч рублей как для гражданина, так и для организации в случае банкротства граждан? Непонятно. Да? Скорее всего, здесь есть определенное несоответствие. Если это несоответствие, то это несоответствие.